Всем привет! Сегодня расскажу, как я заработал свои первые небольшие деньги в качестве предпринимателя. Дело было в 1991 году на третьем курсе аспирантуры. Денег у меня не было от слова совсем, а семья уже была, жена студентка и шестилетний сын. Я как мог пытался заработать, хоть на какое-то подобие сносного существования. Подрабатывал и в своем научно-исследовательском институте на полставки научным сотрудникам и грузчикам на Останкинском мясокомбинате и на той же должности в Северном речном порту. Но этого едва хватало на оплату общежития и еду. Про одежду я молчу, это была непозволительная роскошь. А впереди маячила защита диссертации и, соответственно, серьезные по тем временам расходы. Деньги нужны были на то, чтобы отпечатать и переплести в типографии диссертацию, издать тираж автореферата диссертации, разослать его по всем обязательным библиотекам и архивам, включая Ленинку. Также нужны были деньги на подарки официальным и неофициальным оппонентам, консультантам, всяким секретарям в ученом совете и разным помощникам. Но главное, нужны были деньги на банкет после защиты. Если члены ученого совета узнают, что банкета не будет, то защита вряд ли пройдет успешно. В научном мире и в Советском Союзе, да и сейчас в России, это главное мероприятие при любой защите. Поэтому я был в прострации, где брать деньги. У родителей просить взрослому мужику как-то не с руки. Друзья-товарищи, такие же нищие либо аспиранты, либо инженеры. В общем, глухой тупик. А в России как раз начала торжественно восходить заря капитализма. И в Москве уже нечего было жрать. То есть магазины были абсолютно пусты. Не было даже консервированной морской капусты, никогда не исчезающей с прилавков в Советском Союзе. А на малочисленных московских рынках все стоило баснословно дорого. И тогда Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент, разрешил всем, кто может привезти в Москву хоть какую-то еду торговать где угодно. На тротуарах, в скверах, во дворах жилых домов, везде, где захочешь. И без всяких разрешений и налогообложения. Было только одно условие. Не мешать проходу и проезду общественного транспорта. И тогда у меня возникла простая идея. А что, если привозить продукты с Украины и продавать их здесь? На ассортименте особо не заморачиваться, а везти только украинское сало, которое не портится и является действительно вкусным и питательным продуктом. По моему мнению, оно должно было хорошо продаваться. Но опять-таки, где взять деньги, чтобы там его закупать? Тогда я придумал, как это сделать без денег. Собрав последние рубли, я поехал в Днепропетровск, в свой родной город. Там встретился со своими друзьями по институту и предложил вместе заработать денег. Они на свои деньги приобретают сало килограммов по 400-500 и в коробках передают мне в Москву поездом через проводников. Я же обеспечиваю его приемку и реализацию в столице России. Прибыль делим пополам. Затем кто-то из них приезжает за деньгами и мы повторяем эту операцию. Они согласились. И я в тот же день уехал назад в Москву ждать сало. Но я его так и не дождался. Они даже отключили телефоны, чтобы я не мог дозвониться и узнать, в чем дело. То есть, друзья-товарищи усомнились то ли во мне, то ли в успешности этого нехитрого бизнеса, то ли им это было просто неинтересно. Тогда из неприкосновенного семейного запаса, который мы держали на лекарства и непредвиденные обстоятельства, я взял действительно последние деньги и снова поехал в Днепропетровск. Только в этот раз я встретился со своими старыми дворовыми друзьями, которые без высших образований, и предложил им ту же схему. Эти ребята без раздумий тут же поехали на базар, купили 300 килограммов отборного сала, отвезли его на вокзал и вместе со мной отправили в Москву. Ну или наоборот, отправили меня вместе с салом. Прибыв в Москву, я на каком-то микроавтобусе доставил его на ленинградский рынок и отдал там его оптом по 25 рублей за килограмм. При покупной цене в Днепропетровске 6 рублей. То есть, получилось 4 конца. Через день мы повторили эту операцию, но на ленинградском рынке продавцы сказали, что еще предыдущее сало не продали, так как они держали цену по 50 рублей. Тогда я рванул на Коптевский рынок, сдал сало там, но понял, что и там его также будут реализовывать долго. Поэтому, чтобы не подвезти парней, следующую партию я начал продавать сам, возле метро «Речной вокзал». Купил какие-то весы, ватник, халат и за вечер продал полтонны по 30 рублей. Чтобы выдержать партнерские договоренности, мне пришлось через 2-3 дня принимать очередную партию сало и самому торговать возле метро. Я переживал только за две вещи. Первое. Я ждал, когда же подойдут бандиты и обложат меня данью. Тогда было их золотое время. Власть слабая, менты трусливые, раздолье. Поэтому они контролировали все торговые точки. Но я не бандитов боялся, а опасался, что мои партнеры могут мне не поверить, что я от бандитов откупаюсь. Могут подумать, что я какую-то часть денег захотел скрысятничать. Второе. Я переживал, что кто-то из моего научно-исследовательского института узнает меня в продавце сало, хоть я и нахлобучивал на глаза головной убор. Но, Бог миловал, не произошло ни первого, ни второго. Но оставалось третье. Мне некогда было заниматься диссертацией. И тут мне в голову пришла другая идея. Я вспомнил, что по всей стране была сеть кооперативных магазинов, куда колхозники и дачники могли сдавать свой урожай. Я тут же рванул в Коапторг на Сходне. Он располагался прямо на перроне узловой железнодорожной станции. Там останавливались все электрички на Пушкино, Ивантеевку, Зеленоград, вплоть до Конакова и Твери. Проходимость тысячи голодных людей в день. Мне удалось сразу же договориться с заведующей, очень милой женщиной. Точно не вспомню, но где-то по 22 рубля за килограмм. Это была настоящая удача. Она могла принимать этого сала в неограниченном количестве. Поэтому мы с моими дворовыми друзьями погнали его грузовиками. Два раза в неделю мы привозили по несколько тонн. Все уходило в лед. Цена на сало в Днепропетровске начала уверенно расти, а доходность нашего бизнеса соответственно падать. Но все равно рентабельность составляла сотни процентов. И к тому же мы начали гнать помимо сала и копченую колбасу, которую начали скупать прямо с коптилин. Рынки в Днепропетровске стали пустеть. И в таком темпе все это продолжалось около полугода. А затем наступил неожиданный финал. У каждого производителя есть мечта, чтобы его продукцию бесконечно и все больше покупали. А у него оставалась только одна задача – наращивать производство. То есть это мечта любого производителя вне зависимости от страны обитания и развитости экономики. Любого, но только не украинского. У них своеобразные представления о бизнесе. Поэтому там оперативно и со злорадством приняли закон, запрещающий вывозить продукты питания за границу, а именно в Россию. Вплоть до уголовной ответственности. Чтоб клятии москали с голоду поздыхали. Поэтому мы еще пару раз провели грузовики через границу. Но огромные откупные от украинских пограничников и таможенников сводили рентабельность бизнеса к нулю. К тому же возникала опасность уголовного преследования. Поэтому пришлось с этим делом завязать. Но я успел заработать большие для меня по тем временам деньги, которых хватило и на типографию, и на официальных оппонентов, и на диссертационный банкет. Да еще снять приличную квартиру, одеть семью и спокойно найти себе приличную работу по специальности. Вот такая история моего первого предпринимательского опыта. Недавно узнал, чем занимаются те мои институтские друзья-товарищи, которые побрезговали со мной салом торговать. Вы будете смеяться. Они торгуют салом на Нагорном рынке, в том самом Днепропетровске, который украинские националисты переименовали в Днепр. По пару килограммов в день продают. Зато клятым москалям ничего не достается. Всем пока!